Салам дорогие друзья! Вот сейчас мы находимся в одном из интересных мест Израиля, который непосредственно связан с Ветким Заветом, Танахом. То есть мы находимся на месте, где весьма-весьма исторические события случились в дни судей израильских. Еще тогда не было царства, или царство евреев-то было, а вот царей-то не было. И мы находимся у источника под горой, если вы заметите, это в Игульские горы или же Вова. Вот тут есть источник. Источник, он пресный, один из пресных источников. Это единственный пресный источник, который вытекает. И здесь, видите, он небольшой, протекает дальше. Сегодня это парк. Но я вам зачитаю местописание, которое говорит в этом месте. Эта история связана с Гедеоном. Многие из вас знают эту историю, когда маодитяне, они просто приходили на землю израильскую, в том как раз времени, когда Израиль отошел от Всевышнего, и некое наказание в виде сильной руки врагов, они просто уничтожали всю растительность, все, что израильтяне сеяли. Поэтому Гедеон спрятался в Гумне, то есть или же фактически в Тачиле, и там вывивал себе пшеницу. Там Господь к нему является и говорит, что он спасет его. И вот здесь, в этом месте, зачитываю. Реовал, он же Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, расположили станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, холма Мурэ, в долине. И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много, не могу я предать меридитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной и не сказал, моя рука спасла их. Вот это местописание. Так, другими словами, сзади меня, то есть, если вы посмотрите, это источник Игра, да, вот она. А впереди, как я уже говорил, это долина, где расположились медитяне. И вот Всевышний здесь, в этих горах, делает следующее. Он говорит Гедеону, чтобы тот отправил людей. Тот говорит, если кто робкий, видит это полцище, может и домой. 22 тысячи людей уходят, здесь остается. И Бог говорит опять к нему. Слишком много, слишком много людей. Веди их к источнику, и те, кто будут лакать воду, как пёс, того оставить. Фактически, это я так говорю быстро. Это написано в книге Судьи, 7 глава, с 3 по 8 стих, где идет отбор. Это очень интересно. Сегодня этот источник, конечно же, красиво обработали. И сделали как парковую зону. Люди купаются, но в те времена люди стали по краям, как это наша группа из Кармеля. И 10 тысяч человек, они лакали воду. И фактически избирает Бог 300 человек. И следующее говорит, я 300 человек сделаю чудо. Так оно произошло. Малым количеством Бог освобождает Израиль от их угнетателей. Чудо. Чудо в чем? Что Бог дает стратегию, надо только ее слышать. Надо слушать Бога, когда кажется, что можно сделать и победить своими силами. Малым количеством Бог делает то, чего нельзя было сделать большим количеством. И то, что малое в наших руках, должно быть свято для нас, должно быть почитаемо. И тот необходимый ресурс победы, который у нас сегодня есть, становится источником победы для Бога над нашими врагами. Друзья, кажется, молитва мало что может сделать, да? Потому что помолились, должно дольше или больше сделать. Но малое становится сильным, потому что оно стучит к небесам. Я прошу вас продолжать молиться за Израиль, за Украину. И это очень важная тема. Тема чудо. Гедеон был послушный, и Бог использовал его руки, его народ. И всего лишь 300 человек освободило Израиль от гнета. Я верю, что небольшое количество людей с Божьей помощью и мудростью, которую Бог даст нашим воинам, смогут победить орду, которая пришла и говорит, это наше, мы уничтожим, мы соберем. Они выадаптывали все. Читайте историю Гедеона и посмотрите параллели с нашим временем сегодня.